Местность, в которой не проложена автомобильная дорога. Село, где живет всего одна семья. Семья Ибрагимовых прожила в селе Хитни для Ратинского района всю жизнь. Увидеть быт и условия тех, кого прозвали отшельниками, отправилась наша съемочная бригада. Об ауле без цивилизации расскажет Ума Ибрагимова. Дагестанское село Хинти. Сейчас мы направляемся именно туда. Дело в том, что автомобильную дорогу сюда еще не провели, и поэтому семья, которая там проживает, поднимается туда постоянно пешком. Поэтому это довольно-таки опасно и в узкой дороге. Здесь большое количество скал и обрывов. Долгая дорога, множество препятствий. И вот, наконец, наша съемочная команда дошла до них. Тех, кого уже не первый год именуют отшельниками. Заходите, заходите. Сейчас чай будем пить. Аминат Ибрагимова для жителей Тляратинского района стала примером стойкости. Женщина прожила в селе Хинти всю жизнь. И если раньше здесь были десятки хозяйств, то уже в течение пяти лет Аминат с мужем живут в селе одни. Не смогли. Здесь многим тяжело жить. Уезжают в город, ведь все хотят жить в хороших условиях. Аминат Ибрагимовы 63 года. Несмотря на суровые горские условия, женщина косит сено, держит скотину, в том числе баранов. Приближается вечер. Аминат Ибрагимова уже торопится загнать Тлярат в сарай. В этих краях обитает очень много диких зверей, которые нападают на скот женщины. Жители других сел Тляратинского района удивляются горянке. Ведь женщина живет без каких-либо благ цивилизации. На вопросы приезжих отвечает. Уезжать не собираюсь. Уезжать отсюда я даже и не думаю. Меня слишком многое связывает с этим селом. Мой любимый дом, мои телята. На кого я это оставлю? Проложить в село автомобильную дорогу или хотя бы менее опасную. Все, чего хочет горянка. Ведь именно из-за ее отсутствия к ней редко приезжают близкие. Неоднократно с мужем обращались в местную администрацию. Думаю, провести дорогу несложно. Мы бы и сами провели. Да только средств таких нет. Муж Аминат – учитель в школе. В семье семеро детей. Все живут в городе. Неоднократно звали родителей к себе. Но даже на их уговоры Аминат нашла ответ. Не нравится городской воздух, атмосфера и даже продукты. Фрукты и овощи Аминат Ибрагимова старается выращивать у себя в огороде, так как предпочитает натуральные продукты. Эти помидоры неспелыми она собрала совсем недавно, так как зимние осадки в этом году наступили еще в начале осени. Всех гостей, а они у Аминат Ибрагимовой бывают уже очень редко, женщина встречает радушно и с пустыми руками не отпускает. По крайней мере, не попробовав яблок из ее сада, не возвращался никто. Провожает гостей и, сидя на склоне горы, ждет с работы любимого супруга. Ума Ибрагимова, Ларьяна Шамхалаева, Тлеротинский район, специально для Новости 24.